Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения в студии Марина Архипова. Вначале коротко об основных темах выпуска. Экономический эффект 4 миллиарда рублей. В поселке Томилино открыто автоматизированные архивы хранилища Сбербанка России. Сейчас сроки исполнения запросов клиентов будут сокращены в 10-15 раз. Цель снижения аварийности систем воды и теплоснабжения. Депутаты городского совета обсудили программу развития систем коммунальной инфраструктуры. На 2012-2020 годы. В районе участились случаи мошенничества. Полиция призывает граждан к бдительности. Стихи, песни и частушки в преддверии Нового года для представителей старшего поколения. Выступили педагоги 4-й музыкальной школы. Несмотря на внедрение электронного документа оборота, доля обязательных бумажных документов в работе Сбербанка продолжает составлять значительный объем. И с каждым годом увеличивается. По словам президента крупнейшего банка страны Германа Грефа, собственный архивно-логистический центр, созданный с использованием самых современных технологий, позволит кардинально упростить работу с архивными документами и значительно снизить соответствующие издержки. На открытии автоматизированного архива хранилища побывал Алексей Адамов. 15% кислорода и тысячи километров всевозможных стеллажей. Российских журналистов пригласили в поселок Томилино на открытие логистического центра Сбербанка России. Именно он со временем станет главным хранилищем самого народного банка страны. Идея создания архивно-логистического центра возникла не на пустом месте. Сегодня бумаги, имеющие отношение к работе центра сопровождения клиентских операций и четырех территориальных банков европейской части страны, хранятся более чем на 100 точках в Москве и Подмосковье. Крупнейший банк страны решил перевести бумажные архивы этих территорий в единое архиво-хранилище, рассчитанное на хранение огромного количества документов – 2 миллионов коробов с 40 миллионами папок. Специалисты утверждают, что архивов, подобных этому в мире, крайне немного. Теперь время, потраченное на работу с документами, существенно сократится, а экономический эффект от внедрения единого архива-хранилища в ближайшие несколько лет составит около 4 миллиардов рублей. Мы на сегодняшний день храним соответствующие носители более чем на 100 площадках в городе Москве. Сейчас сроки исполнения запросов клиентов будут сокращены в 10-15 раз. Сегодня мы сможем давать ответы в 2-3 дня. Крупнейший российский банк рассчитывает не только сократить время обработки архивных документов и соответствующие издержки, но и зарабатывать до 250 миллионов рублей в год на сдачу новых площадей в аренду. Также глава Сбербанка сообщил о продаже старых хранилищ, которые освободятся после перевода архивов в единый центр. В следующем году их выставят на продажу. В итоге стоимость хранения физических носителей в логистическом центре сократится на 70%. Мы только на аренде экономим более 200 миллионов рублей в год. Мы сокращаем примерно от 80 до 100 человек персонала, которые сегодня заняты в обслуживании физического хранения документов. И третье, мы еще сможем продать в следующем году порядка 60 зданий, разбросанных по Москве и Московской области, в которых на сегодняшний день расположены наши архивы. Единое архиво-хранилище организовано по технологии высотного склада. Система хранения и транспортировки коробов с документами полностью автоматизирована. Доставку коробов обеспечивают роботы. В здании внедрена инновационная система предотвращения возгораний. В здании герметизируются и в зоне хранения создаются атмосферы с пониженным до 15% содержанием кислорода. В такой атмосфере невозможно горение картона и бумаги. Кстати, управляемая компьютером система размещает наиболее часто запрашиваемые короба ближе к выходу из стеллажа, а редко запрашиваемые короба дальше от выхода. Очень много у нас запросов связано с начислением пенсии гражданам. Иногда архивы предприятия сгорели. И подняв наши документы, мы можем восстановить фактически всю историю предприятия, всю историю начислений заработной платы, соответственно, пенсионных и страховых износов людям. Расчетный срок окупаемости проектов Томилина составит 2,5 года. Но с учетом продажи старых архивов хранилищ он может сократиться до 1 года. Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Совет депутатов города Люберца провел последнее заседание в уходящем году. Один из вопросов в повестке дня – утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 годы. По требованию народных избранников в документ внесен ряд изменений, в том числе касающихся создания в городе ливневой канализации. Из зала заседания Люберецкой администрации материал нашего корреспондента. Удостоверение и нагрудный знак депутата городского совета вручили директору Люберецкого районного телевидения Денису Ерченко, победившему на дополнительных выборах, прошедших 4 декабря. Народный избранник включен в состав сразу трех комиссий – по бюджету, предпринимательству и коммунальному хозяйству. Далее депутаты приступили к обсуждению вопросов, вынесенных на повестку дня. Один из них – утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2012-2020 годы. В ходе аукциона уже определена организация, которая будет заниматься реализацией программы. Кстати, ее разработчиком выступил научно-исследовательский центр муниципальной экономики. Документ был рассмотрен во всех предприятиях, которые работают в сфере ЖКХ. Предложенные изменения учтены. На выполнение программы планируется затратить 2 миллиарда рублей, из которых 175 миллионов – средства городского и областного бюджетов. Остальное – деньги из внебюджетных источников. Одна из целей – снижение аварийности систем вода и теплоснабжения за счет строительства новых сетей и замены устаревшего оборудования. Депутат Дмитрий Дениско интересовался, почему в долгосрочной программе не нашла отражения темы создания в городе ливневой канализации. Ее отсутствие много лет подряд приводит к образованию огромных луж. Сейчас, по сути дела, в нашей программе нету вектора развития ливневой канализации. Ну, по крайней мере, таких цифр. Поэтому даже при строительстве новых микрорайонов, при прокладке новых дорог, мы даже не можем сослаться на некую программу, которая нас должна подталкивать. В ходе обсуждения народные избранники решили, что проект программы нуждается в доработке и в документ необходимо вписать пункт о создании проекта ливневой канализации. Есть одно предложение поставить – утвердить данную программу с тем замечанием, которое высказал депутат Дениско Дмитрий Валентинович. Кто за, прошу голосовать. Завершили заседание на оптимистичной ноте. Сергей Антонов зачитал благодарность. От жителей 115-го квартала, поступившую в адрес депутатов Мамеда Азизова и Алексея Холодова. Такая тесная связь жителей с депутатами и дальше будет давать положительный результат. Жители 115-го квартала знают и уважают этих людей. Это было завершающее заседание Совета депутатов города в уходящем году. Народные избранники продолжат работу уже после зимних каникул. Марина Архипова, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение. В преддверии новогодних праздников в Люберецком районе участились случаи мошенничества. Жертвами преступников чаще всего становятся люди старшего поколения. Полиция призывает граждан проявить бдительность. Нередко злоумышленники приходят под видом сотрудников ЖКХ или под предлогом обмена денежных купюр. В страже правопорядка сообщают, что прежде чем открыть дверь незнакомцам, необходимо позвонить в соответствующие службы и уточнить полученную информацию. Еще один распространенный способ мошенничества, когда преступники звонят по телефону и сообщают о том, что кто-то из ваших близких виновен в ДТП или совершил преступление и предлагают помощь за определенное вознаграждение. И сразу начинают искать деньги, переводить, идут в банкомат, снимают денежку с кассы и отправляют преступникам. Или говорят, как правило, подойдите, вас там ждет машина, как правило, это приезжает таксист. Если будете такие случаи, то запоминайте номера машин, которые к вам приезжают. Почему? Потому что, как правило, мошенники работают, находятся, сидят на зонах, зон просто тупо обзванивают все телефоны. Нередки случаи, когда жертвой мошенников становятся юные люберчане. Полиция призывает родителей и педагогов провести с детьми разъяснительную работу. Также сейчас большая просьба к нашим детишкам. Начинаются каникулы. Также могут подойти женщины или мужчины, сказать, что порча на маму, на папу, на семью, на вела. И дети выносят все золото из своих жилищ. Если по отношению к вам совершены противоправные действия, вы можете позвонить по телефону 02 или в дежурную часть Люберецкой полиции 554-93-94. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Смотрите Люберецкое телевидение, дорогие друзья! Смотрите Люберецкое телевидение. Ваш Александр Песков. Более 10 тысяч записей актов гражданского состояния сотрудники Люберецкого управления ЗАГС подвели итоги работы за 2011 год. За 11 месяцев 2011 года управлением Люберецкого ЗАГС зарегистрировано 10 тысяч 418 записей актов гражданского состояния, что, по словам сотрудников, на 1,2 больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 11 месяцев нашим же Люберецким управлением ЗАГС осуществлена государственная регистрация рождения, что составляет 3313 записей, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Количество браков составляет 3 тысячи, количество разводов составляет 1200. А вот количество пар желающих расторгнуть брак, по словам сотрудников управления ЗАГС, уменьшилось на 2%. В 2011 году Люберецким управлением ЗАГС произведено 1200 расторжений брака. Если считать по статистике, если в браке прожили молодые от года до 3 лет, это составляет 27%, свыше 10 лет – 35%. По их данным, наибольшее количество поданных заявлений на регистрацию брака приходится на август и сентябрь, потому как по традиции эти месяцы являются самыми удачными для создания прочной семьи. Но, несмотря на это, многие молодожены регистрируются и зимой. Большинство заявлений подали на 12 февраля 2012 года, что является зеркальной датой, то есть 2012 год и 12 февраля. Алина Тимошенко ищет семью. В мае девочке исполнится два года. Без родителей она осталась шесть месяцев назад. Сейчас Алина находится в Люберецком доме ребенка и почти не отстает в развитии от своих ровесников. Но, чтобы жить полноценной жизнью, ей нужны мама и папа. С девочкой пообщалась Екатерина Захарова. Когда Алина попала в дом ребенка, она была замкнута и почти не шла на контакт со взрослыми и детьми. В доме, где девочка жила раньше, с ней занимались мало и не уделяли достаточного внимания ее развитию. Однако сейчас Алина наверстывает упущенное. Алина осваивает все, что необходимо для ее возраста. Она очень старательная девочка. Собирает пирамидки, любит дидоксические и развивающие игры. Хорошо сосредотачивает внимание на уроках. Очень любит заниматься. Ребенок очень внимательный, активный, с первого раза повторяет все инструкции, все повторяет за педагогом. Алина очень любит купаться, хотя когда пришла в дом ребенка, боялась воды. Девочка уже научилась самостоятельно кушать. У нее хороший аппетит. Она с удовольствием ест мясо и овощи. Педагоги дома ребенка отмечают, что сейчас у Алины отстает развитие речи. Однако она уже догоняет ребят своего возраста. На музыкальных занятиях она ведет себя активно. Когда воспитатель включает музыку, девочка начинает танцевать. Перед зеркалом она наряжается, смотрит зеркало, какая она красивая, улыбаться начала. Алину наблюдают врачи и педагоги. По их мнению, сейчас у девочки положительный психоэмоциональный фон. Аппетит и сон не нарушены. Никаких дополнительных медицинских обследований ей не нужно. Мы наблюдаем ее во второй группе здоровья. Это практически ребенок, который требует диспансерного наблюдения два раза в год узких специалистов. В доме ребенка уверена, что если бы у Алины были мама и папа, она бы развивалась намного лучше. Как и любому ребенку, ей нужно тепло семейного очага. Подробнее об Алине можно узнать в Управлении опеки и попечительства Люберецкого района, телефоны которого вы видите на своих экранах. Лилия Хайрумина, Екатерина Захарова, Дмитрий Сыркунов, Люберецкое районное телевидение. Молодец! Стихи, песни и частушки в Люберецком доме ветеранов состоялся творческий вечер для представителей старшего поколения. Педагоги детской музыкальной школы номер 4 подарили им свои лучшие номера. Рассказывает Лилия Хайрулина. Частичку души и тепла в этот вечер подарили ветеранам Люберецкого района, педагоги и воспитанники детской музыкальной школы номер 4. Творческий коллектив всегда откликается на подобные мероприятия, чтобы порадовать своих зрителей. Сольные выступления, стихи и частушки, словно продлили жизнь, делятся ветераны. Они вновь смогли почувствовать себя молодыми. Опуститься в пляс им не позволяло лишь маленькое помещение. Зато подпевать любимые мотивы все были только рады. И вот одна из слушателей, сейчас слушательница сказала, как хорошо жить. Вы знаете, это дорогого стоит. Когда чувствуешь, что музыка доходит до сердец, до людей, и вот этим пожилым людям это помогает жить, мы выполняем свою главную миссию, я считаю, дарим свое искусство людям. В предновогодний вечер ветераны отдыхали, принимали поздравления от коллектива детской музыкальной школы номер 4. С юбилеем поздравили и бывшего директора Дворца культуры Ухтомского Нину Рывкинт. Ниночка Абрамовна, мы вас очень любим. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих еще лет жизни, чтобы вы нас своей энергией, своим зарядом еще долго-долго заряжали всех нас. В состав Совета старейшин входит 53 человека, и с каждым годом эта цифра только растет. Здесь работают бывшие депутаты, преподаватели школ, одним словом, люди ответственные, которые занимаются решением проблем старшего поколения. Соучастники в тех делах, которые совершала наша администрация. Мы давали и советы, мы давали предложения. Вот недавно, например, мне удалось с помощью администрации поставить мемориальную доску бывшему нашему члену Совета старейшин, бывшему директору совхоза «Белая дача» Давыдову Михаилу Ефимовичу. Подобные мероприятия в стенах дома ветеранов проходят в преддверии каждого Нового года. А музыкальные выступления творческих коллективов Люберецкого района дают старшему поколению заряд бодрости и позитива. На этом у меня все. Через минуту на нашем канале программа «Среда». Обращаем ваше внимание на то, что в четверг, 29 декабря, в 20.00 на нашем канале состоится прямой эфир с главой Люберецкого района и города Люберца Владимиром Ружицким. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефонам редакции Напомню, что выпуски всех наших программ вы можете посмотреть на нашем сайте www.lrt.tv В студии была Марина Архипова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин